После того, как у нас полежал филей чуть-чуть Какое-то время, вот здесь в прессе он постоял Мы его вытаскиваем То есть этот процесс нужно вручную Это уже тоже вручную вы все делаете Поскольку пресс вручную делать нечего И это тоже вручную, да? Да Мы не боимся поработать ради того, чтобы делать прятки от борту Поэтому Не ищем уже легкой работы Вот такой кубик у нас тут получился Вот такой кубик Теперь вы как-то его обрабатываете? Вот так вот вы достаете Да, следующая стадия Следующая стадия Значит, это идет на сушку У меня это сохнет месяцами Но те, кто производит большими партиями Например, не сушит это Какими-то методами Чтобы это сохло быстро Или вентилятором Или чем-нибудь Но То Природное самое хорошее Это оставить Оно висит Там наверху Покажите, пожалуйста Вот там наверху есть Там прохлаждается или протепляется Я не знал, как правильно сказать Месяцами Потом продолжается Процесс Процесс Продолжается Еще раз Я его вставляю Еще раз Потом вставляю Здесь Чтобы когда он высыхает Меняется чуть-чуть форма Еще раз Я ставлю в эту машину Уже на чуть дольшее время Теплую Ну Подогреваем Железку Чтобы это стало Более ровным И После этого Значит Мы должны сложить его То есть вот так Сложить Вот это дело И Потом Мы Делаем ему Так сказать Окончательный квадрат Это делается На Вот этой машине Которая Что Опять таки Была более ручная работа Мы тут ее Снимаем Вот видите блок Смотрите Есть такой белозик Двигатель Где тут двигатель А двигатель Тут занимает У нас Вот так вот двигатель То есть Вы еще и спор здесь делаете Да Мы все Совмещаем полезное с приятным Я бы сказал Полезное с полезным Полезное с полезным И На этой машине Мы просто Обтачиваем Обтачиваем все Окончательно Чтобы это было А вот здесь Есть разные какие-то Сдуки Да Эти насадки Все Это очень точная Машина Это называется Токарный станок Такой То есть Токарный станок Это не только там Где мой папа работал На авиационном заводе Оказывается Для того чтобы сделать фильм Тоже нужен токарный станок Да Есть самолеты такие Есть самолеты такие То есть Связь с небесами Должна быть У меня Один из наших Просят Эфоматос Моэровые Ну там Эфоматос Там И мотос Где самолеты Так Уже вспомнил про авиационный завод Ага Это мы ставим сюда Такое сверло Мы сказали уже Что это Для обработки Звездных деталей Закрепляем сюда Ставим Заготовку Эфилина И работаем таким образом Потом надо его Секундочку Можешь еще раз Покажите как вы Работаете таким образом Его нужно Со всех сторон Обрабатываем Вот так Со всех сторон Ага Ровненько Вы сейчас Не катаетесь Потому что он уже обработан Да Вот это вот Аккуратненько Ровненько Да И в конечном итоге Получается Вот Такой Такая аккуратная Ровная Тефилина Еще не покрашенный Еще не покрашенный А пошлет здесь уже ставленный? Пошлет после покраски Да Вовремя Я это делаю вовремя Вновремя Это можно сделать и сейчас Но я люблю это делать во время Покрасить его чуть-чуть А потом Я люблю это делать Потому что Может быть Если Теоретически Есть какая-то дырочка Краска может пролезть Внутрь И испортить парашек Поэтому я Его Первый слой Всегда Крашу Если Есть Теоретически Дырочка Очень надеюсь Но Все равно Поэтому Я не люблю вставлять его в белый филин Но я знаю Такие Есть такая технология Вставляете в белый тоже Но вы вставляете уже в черный Я уже Чуть-чуть открашиваю Так что Если есть какие-то дырочки Это уже видно Ага И И Вот такой вот филин получается Спасибо большое Спасибо большое Спасибо большое Спасибо большое